Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Я сейчас говорю с аудиторией в 78 тысяч подписчиков, но если собрать все мои социальные сети, то будет 250 тысяч человек. В инстаграме у меня 11 тысяч подписчиков, что-то вроде того. И в твиттере у меня тоже довольно много подписчиков, что-то около 73 тысяч. Ссылочка есть в описании под видео, поэтому обязательно подписывайтесь. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, посмотрим на BNB, на эфириум, сделаем быстрые технические анализы этих активов. Я в последние недели и месяцы закупал много биткоина, много токена MCRT, покупал Google, покупал Meta, Tesla, TSM, покупал Uniswap, FXS. И все это принесло мне очень хорошие деньги на росте. А, еще BNB я забыл упомянуть. Короче говоря, вот эти активы дали мне очень хорошую прибыль. Tesla, например, дала мне 60% прибыли с тех пор, как я начал ее покупать. Даже на самом деле там, по-моему, больше, около 70% получилось. Отличные деньги, отличная прибыль, и поздравляю всех, кто заходит в сделки вместе со мной, кто покупает со мной активы. Если вы регулярно смотрите мои видосы, вы знаете, что я зарабатываю буквально миллион долларов каждый день в последние недели. Но я вам хочу сказать, что когда вы уже достигаете определенного уровня в благосостоянии, вам же не важно, вы и миллион заработали в день или два миллиона, вы можете летать на частных самолетах, путешествовать, вы можете купить себе дорогую яхту. Но важный момент, который я хочу отметить, ребята, когда вы зарабатываете деньги, отдавайте 10% от этой суммы на благотворительность. Давайте деньги людям, которым они действительно нужны. Создавайте новые рабочие места, помогайте кому-то. Создавайте что-то, вот что я имею в виду. Делайте этот мир лучше. Вот такое лирическое отступление. Ну а прямо сейчас давайте перейдем к техническому анализу по битку. Открываем графики. И начинаем сегодня с месячного таймфрейма. Почему я начинаю именно так? Потому что многие уже парятся насчет того, что пора выходить, сейчас рынок развернется, бла-бла-бла, всякое такое. Но посмотрите на месячный таймфрейм. Посмотрите, вот что было раньше в зоне перекупленности находился стахастик. Вот здесь было наоборот. Стохастик был в зоне перепроданности. Видите, биткоин тогда стоил 3-3,5 тысячи долларов. Вот здесь стахастик был в зоне перекупленности. И вы тоже видите переворот рынка из бычего в медвежий. Вот здесь он был перепродан, видите, в 2018 году. Здесь тоже был перепродан. Уже давно это было, в 2015-2016. Если мы сейчас увеличим график, вы поймете, что я имею в виду. Да, посмотрите, вот здесь действительно было падение биткоина. Он был перепродан и стоил 160-170 долларов. И вот здесь стахастик тоже находился в зоне перепроданности. И биткоин опускался на самое дно на тот момент. Это было в феврале 2019 года. И теперь вот многие говорят, что все, биткоин уже залетел слишком высоко, он перекуплен и бла-бла-бла. Но посмотрите, где находится стахастик на месячном таймфрейме. Он все еще находится в зоне перепроданности и только начинает разворачиваться вверх. Но если мы переключимся на недельный таймфрейм, то да, здесь стахастик находится в зоне перекупленности. Но я не вижу, чтобы много людей хотели сейчас продавать биткоин. На дневном таймфрейме стахастик тоже в перекупленности, но на графике сформированы бычьи флаги. И пока что биткоин находится внутри вот этого бычьего паттерна. Вот здесь, посмотрите, раньше был тоже бычий флаг, и биткоин выходил из этой фигуры вверх. И сейчас еще один бычий паттерн на графике. Здесь тоже можно ожидать восходящего движения на биткоине. И посмотрите, интересно, что сейчас на графике формируется симметричный треугольник. Это тоже хорошо. Я бы все еще заходил на биткоине в лонг, если не открыта у кого никакая сделка. Я все еще считаю, что биткоин пройдет дальше на отметку 25 тысяч долларов. И в общем-то, та торговая идея, которую я давал вчера в своем видео, она все еще остается актуальной. Цена входа здесь 22 718 долларов, стоп-лосс на 22 498 и тек-профит на 25 400 долларов. Вот посмотрите, биткоин раньше уже дважды выходил за верхнюю границу этого треугольника, но затем оттолкнулся. Но интересно то, что даже если биткоин разворачивается на вершинах, он не падает слишком сильно. Есть все-таки сила для роста биткоина, и это обнадеживает. В общем, на биткоине можно было бы заходить в лонг, еще раз, цена открытия 22 718, стоп-лосс на 22 498 и тек-профит на 25 419. Вот такую сделочку можно было бы открывать на биткоине. Если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео с полезной ссылкой. Регистрируйтесь по этой ссылке на криптовалютной бирже Bybit, и вы можете получить бонус до 30 тысяч долларов. Также помните о том, что на бирже Bybit вы можете купить стокены MCRT. Покупайте мои курсы по криптовалютному трейдингу, подписывайтесь на мои социальные сети, твиттер, инстаграм, и присоединяйтесь к моему бесплатному телеграм-каналу с торговыми идеями. Вчера я, кстати говоря, тоже неплохо срубил бабла. На фото в этом рынке плюс 8200 долларов. Здесь у меня было прибыли 807 тысяч долларов на одном аккаунте. Это что касается крипты. На этом аккаунте у меня активов на 242 тысячи 100 долларов. Месяц назад тут было 130 тысяч долларов, а теперь 240 тысяч долларов, так что 110 тысяч долларов я, получается, заработал за месяц. Обратите также внимание на проект Magic Craft. В нашей игре мы сделали очень много обновлений в эти дни. Очень много крутого функционала мы добавляем. Вот еще один пример моей прибыли. Здесь 6500 на фондовом рынке. Но это не только я зарабатываю, также зарабатывают подписчики моего телеграм-канала. Вот здесь, например, посмотрите, 67 процентов. Тут заработал 128 процентов. И вот сколько скринов я сейчас листаю. Все это скрины с прибылью подписчиков моего телеграм-канала, которые делают очень-очень большие деньги. Так, идемте дальше. Давайте посмотрим теперь быстренько и на BNB. И потом, если останется время, пройдемся еще и по эфиру. Так, открыли график по BNB. И я думаю, что BNB будет пробивать сейчас эту синюю трендовую линию. Почему? Потому что несколько раз уже BNB пытался пробить этот уровень. Посмотрите, один раз, второй. И сейчас снова BNB вернулся к этому уровню. И посмотрите, если мы увеличим немного масштаб, то вы увидите, сколько раз BNB касается этого уровня. Я так это расцениваю, что создается давление на этом уровне, и BNB может выйти все-таки вверх в итоге. Следующий уровень сопротивления на BNB находится на отметке 334 доллара. А следующий уровень сопротивления уже аж на отметке 390 долларов примерно. Так что если BNB пробьет действительно эту синюю трендовую линию, то там будет очень-очень хороший движ. Ну, она у меня синяя почему-то проставлена. Давайте, может быть, я все-таки ее красной помечу. И если сейчас BNB пробьет эту трендовую, в итоге это будет, конечно, очень-очень хорошо. И BNB как раз и готовится к тому, чтобы это сделать. Очень близко уже подошел BNB к этому уровню сопротивления, топчется там прям совсем рядом с ним, и я думаю, что готовится его пробивать. Предыдущая торговая идея по BNB зайти в лонг отлично себя отработала. Поздравляю тех, кто заходил, вы получаете прибыль. И сейчас я тоже заходил бы в лонг на BNB. Но, с другой стороны, на графике мы видим восходящий клин, а это не очень уже хорошо с точки зрения технического анализа. Это может все-таки BNB развернуться, но, тем не менее, я так полагаю, что можно было бы рискнуть и зайти в лонг все-таки на BNB. 9% прибыли можно получить. Если торгуете с 10-м плечом, то тогда получить можно 90% прибыли. Ну что ж, на этом, я думаю, на сегодня можно заканчивать. Посмотрели коротко на биткоин, на BNB. Я настроен очень позитивно по криптовалютному рынку. Многие люди думают, что биткоин уже перекуплен, но я так не считаю. Конечно, на рынке сейчас очень большая паника, многие не знают, что делать, многие пытаются выйти уже из активов. Но помните о том, что в экономике напечатаны триллионы долларов, и эти триллионы долларов должны куда-то зайти. Они ждут своего часа. Ну что ж, на этом, я думаю, на сегодня действительно можно заканчивать. Всех благодарю, кто посмотрел этот видос. Подпишитесь на канал и обязательно напишите в комментариях, какие активы вы сейчас покупаете. С вами был Джеймс Криптогуру, и увидимся завтра.